Не проехать, не пройти. После первого снегопада город сковало льдом. И если основные дороги уже расчищены, то придомовые территории и площадки возле магазинов и предприятий пока оставляют желать лучшего. Не забрался на 4 ВД. Вот, решил спускаться назад, машина потянула. И, то есть, сильно потянула, пришлось мне вытащить ломик, или, как сказать, типа ломика, иначе долбить. И посмотрите, товарищ управляющий, у меня просто слов нет, матов. Вот такие у меня пальцы. Вот, с крови. Могу снять перчатки. Вот видите, что творится с нашими дорогами. И этот случай не единственный. Уже не в первый раз проверить и наказать тех, кто не выполнил свои обязательства, выезжает специальная комиссия. Рейды специалисты совершают по всем районам города. Комиссия привлекает к административной ответственности. Такие факты уже на сегодняшний день у нас есть. Черный список нарушителей продолжает расти. Но, несмотря на прямые доказательства, большинство управляек стоят на своем и уверяют. Их территории почищены и убраны. По подшерфным домам мы уже разобрались со своими домами. Нет, но вы мне скажите, с чем разобрались. Ну, я вам сказал, я же вам сказал. А какие дома? А вот это я и скажу. То есть, вы не можете назвать? А по какой причине вы не можете назвать? Потому что у нас все нормально. Плату за содержание жилья и придомовой территории и управляющие компании и ТСЖ получают ежемесячно. Поэтому собственники вправе требовать от них своевременной уборки придомовой территории. Работа не волк, в лес не убежит. За неубранный снег и налить на дорогах к административной ответственности уже привлекли ТСЖ и управляющие компании, а также некоторые организации и предприятия. Им грозят штрафы от 3 до 80 тысяч рублей. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Продолжение следует...